Жизнь скучна, и сегодня мы поговорим о том, насколько она скучна. Если я вам скажу, вступайте и попытайтесь сделать что-нибудь невозможное, вы ответите, «Зачем же нам делать невозможное? Ведь это нереально, это страшно. Я буду бояться, я не смогу это сделать». Я размышлял над этим. Когда праупада был с нами, такие понятия, как «возможно» и «невозможно», просто исчезли из нашего поля зрения. Праупада хочет это, а значит, чем менее это возможно, тем больше мы входили в азарт. «Джай, давайте это сделаем!» Если вы читали книгу Шьяма Сундары, то знаете её основное настроение. Он поэтому и назвал её «охота на носорога». Вы вряд ли сможете убить носорога, но попытаться можно. Это невозможно. Но давайте стремиться к невозможному. Он был очень воодушевлён совершать невозможное. Он знал, что в обществе праупады это становилось возможным. Просто в то время ещё не мог понять, как именно это произойдёт, как всё расставить по своим местам. Но он очень хотел попробовать. Праупада говорил, «Моя слабость в том, что я стремлюсь к большим проектам, поэтому предлагал нам грандиозные проекты. И мы не знали, как это сделать. Но было очень увлекательно». Мораль сегодняшнего видео. Почему бы вам сегодня не пойти и не сделать что-то невозможное? Ну, самое позднее завтра. И вы увидите, как вы загоритесь. Даже если просто попробуете. Часто, когда преданные отправляются распространять книги, они делают это неохотно или волнуются. У них есть какая-то проблема или это их не увлекает. Но я говорю, просто выходите и постарайтесь сделать невозможное. Если вам не хочется давать человеку одну книгу, давайте пять. Это перемещает вас в совершенно иную плоскость восприятия. Я не могу дать им даже одну книгу, как же я дам пять. Дайте им пять книг и увидите, что произойдёт. Сэр, вот Бхагавадгита, Шримад Бхагаватам, Чайтанья Чаритамрита, Нектар наставлений и книга о Кришне. Всё это для вас, потому что вы мне нравитесь. Вы замечательный человек. Эти книги помогут вам стать счастливым. И вдруг он берёт эти книги. Вы думаете, «Боже мой, это потрясающе». Вы испытываете восторг. Первый раз мы распространили книгу Кришна, кажется, в 70-м году. Никто в Исхон даже не представлял себе, что возможно распространять книгу Кришна. Зачем кому-то может понадобиться книга Кришна, если он не преданный Кришне? И я сказал, «Сегодня мы сделаем невозможное. Мы возьмём книгу Кришна и будем показывать её людям». Все преданные стали говорить, «Да мы ни одной штуки не продадим». Но я ответил, «Знаю, что не продадим, но давайте сделаем невозможное. Давайте будем просто их показывать». Мы были уверены, что никто не возьмёт эти книги, но где-то в глубине нашего сознания теплилась мысль, «А что если?» И мы были счастливы просто показывать людям книги, потому что думали, «Это невозможно, никто не будет покупать книги». И когда мы показывали книги, это придавало нам вдохновение. Ведь делая это, мы думали, «Я совершаю невозможное прямо сейчас». В тот день мы показывали книги людям. Люди говорили, «Да, спасибо, но я возьму только журнал. 25 центов и журнал ваш». После Санкиртаны мы все вернулись в машину и пришли двое преданных, которые сказали, «Я продал книгу Кришна!» А мы, «Да ладно, этого не может быть!» И мы сидели в фургоне, как сейчас помню. Это было всего 50, нет, 49 лет назад. И в эйфории колотили по его стенам. Мы просто не могли в это поверить. Это то чувство восторга, когда стараешься сделать что-то невозможное. Делать невозможное — это кайф. Но особый кайф, если вам реально удалось это сделать, тогда вам даже не верится, что вы сделали это. А жизнь такая увлекательная. В проповеди такое бывает. Подумайте о чем-то таком, что для вас может быть не совсем возможно. И последнее, о чем я хотел бы сказать. Я слышал, как об этом говорил один лектор. Речь шла о том, что надо ставить достижимые цели. Есть целая система. Один из аспектов цели — это то, что она должна быть достижимой. И он сказал, «Нет, не ставьте достижимых целей. Ведь если цель достижима, получается, любой это может сделать, и это не так вдохновляет». Он сказал, «Ставьте цели, которые, на ваш взгляд, недостижимы. Это увлекательно». Почему? Потому что это помогает вам расти. Если я знаю, что могу достичь этой цели, то я не расту. Но если у меня есть недостижимая цель, я начинаю размышлять, как же мне это сделать. Это же нереально. И начинаю мыслить нестандартно. Я уделяю этому больше сил. Я думаю, «Кто может это сделать? Мне надо привлечь к проекту вот этого человека или этого. Как можно выйти на этого актёра? Знает ли кто-то этого музыканта или этого журналиста?» И тогда начинаю задействовать энергию и ресурсы, которыми при работе над достижимыми целями обычно не пользуюсь. Он уже находился на этом этапе и описал, как сделал множество потрясающих проектов, просто потому, что они были недостижимы. Иногда он обучал людей делать невозможное, говоря, «Тебе необходимо сделать это». Они отвечали, «Но это невозможно». Тогда он заявлял, «Прекрасно! Это именно то, что нужно. Невозможное». Он много раз говорил, «Невозможные вещи происходят, потому что людям приходится разбираться с тем, как сделать это возможным». Поэтому я советую подумать о чём-то невозможном. Это очень оживляет сознание. Что уж говорить, если вам удастся это осуществить? Если же у вас не получится, то по словам правопады все скажут, «Ну, это же невозможно. Мы знали, что ничего не выйдет». Поэтому тут не о чем беспокоиться. Но вот если у вас всё-таки получится, люди скажут, «О, Говинда, это потрясающе! Как вам это удалось?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова